Продолжение следует... 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 Давайте выпьем завстречу. Ну, видишь, папаша-то твой нормальный чел оказался. И работа, и семья, все как у нормальных людей. Жалко, мама нет. Она так и умерла в уверенности, что отец сбился. Да, может, она и знать-то не хотела. Может. Буйные девяностые приближались к концу. Коммерсанты, точнее, те из них, кто остался в живых, по-прежнему пытались жить нормальной двойной жизнью. Растили детей, заботились о близких, пытались привить себе внутреннюю культуру и даже религиозность. Но прошлое не отпускало. Прошлое не исчезает только от того, что кто-то очень хочет его забыть. Оно ждет, чтобы напомнить о себе с новой силой. И случай напомнить представился. После того, как под новый двухтысячный год наш президент преподнес стране неожиданный, но, как оказалось, очень полезный для конторы и лично для меня подарок. Наступает двухтысячный год. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение. Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Надо бы мне еще пару новых галстуков купить. Тебе б надо пару новых костюмов купить. А то он гладше все светится насквозь. Да ладно. Это финская ткань, сшита в нашем ателье. Спецзаказ. Вы с носу не будете. Ой, Миш, какой ты смешной. Твои костюмы надо только в музей Ленина выставлять. Сейчас люди ходят в таких пиджаках, на трех пуговицах, красиво. А ты? Консерватизм – лучший стиль для аппаратчика. Ну, давай пиджак-то. Даю. Все поглажено. Начальник управления – это уровень. Отныне я регулирую производство всей алкогольной продукции в стране. Непонятно только, что изменится в этом государстве от того, что это ты регулируешь? Все. Всех левых производителей душить будем. Как вы определяете, кто левый, кто правый? Про Ромку все волнуешься? Да не боись. У него все залицензировано, зарегистрировано, кроме… А вот за это кроме мы и его прищучить можем. Шутка. Рубашечка сгорит. Шутник. Перезвоню. Михаил Юрьевич. Здорово. Садись. Что это я? Сюда садись. Нет. Михаил Юрьевич, даже не разговаривай. Я тебя прошу. Михаил Юрьевич, ну-ка давай. Давай. Смотри. Портрет новый повесили, видишь? Вон, компьютер новый поставили. Вживайся. Вживайся. А что, личные составы есть из меня? Ну, Александр Сергеевич, я тебя оставлю. А дальше не знаю. Из Ленинграда ветер дует. Кого надует, заглядим, в честь такого дела. Я в последнее время все больше водку, водку. А я, ты знаешь, как-то люблю коньячок. За твое назначение. Такие звезды, как говорится, в рюмку уже не лезут. А вы-то теперь куда? Я теперь, ну, под звездами буду работать. Ну, математика осталась та же, так что будем сотрудничать. С одной стороны, хорошо, решения принимаются быстро, а с другой, теперь надо отчитываться будет перед самим. Да, я уж и не думал, что когда-нибудь вернусь в этот кабинет. А кто думал, что дед под Новый год такое выкинет? Что? Миша, честно тебе скажу, я тебя со счетов никогда не сбрасывал. Нам хорошие оперативники всегда были нужны и будут нужны. А косяки, у кого их нет? Оправдаю. Роман Валентинович, я напоролась на очень неприятную ситуацию. Прямо так и напоролась, что случилось-то? Я приехала в типографию заказать нам этикеток, а мне сказали, что уже взяли двести тысяч экземпляров. То есть уже кто-то приехал до нас и заказал. Опа. Ладно, Валя, я тебя понял, позови-ка Борьку, он наверняка у тебя в приемной трется. Ты-то им что сказала? Сказала, что они уроды. Молодец, зови Борьку. Борька, там на днях кто-то двести тысяч наших этикеток забрал из типографии, ясно? Куда я с ней паленку гоню, дождались. Найди тогда, куда сбывают и кто, а потом уже разбираться буду. Ну я пойду. Давай, Борька, давай. Вот оно, зараза. Смотри сюда. Видишь, как этикетки наклеены? Здесь ровным слоем клеят, а здесь машина полоски оставила. Вспоминай, кто привез. Кто-кто привез. Люди привезли. Есть номер машины, я на них пропуск выписываю. Молодца, давай. В следующий раз привезут, сразу звони. А пока, вернись. В следующий раз будешь разбирать. Так, и Дятлова туда же. Все, в общем так, Яков Семенович. Тех, кто отмечен, улик праздничный, с премией. Так, Алексеева, Шпилевич, Татьяна. Ну-ка, да. Квалификация у них не важная, а по двадцать лет на разливе. Нам надо экономить на трудозатратах. А Женя что говорит? А что Женя, я директор предприятия. Ну что Женя, Женя не знает, не надо ей знать, Яков Семенович, ну не нужны мне эти три человека, не нужны. Понимаю, понимаю. Ах, Рома, я эти тридцать, тридцать ртов хорошо помню. Еще и Мельченко с ними горя хлебное. Роман Валентинович, там трудовой коллектив пришел. А Боря где охрана? Боря в отъезде, он ищет паленую водку. Охрана здесь, если бы не они, нас бы уже ничевали здесь. Ясно, значит надо выделить лидера среди них. Его сюда, всех остальных во двор. Угу. Рома, я пожалуй пойду. Ну что мне тут слушать? Присаживайтесь. Присаживайтесь. Спасибо, я постоянно. Чем обязана? Я работаю на заводе уже двадцать один год. И в этом кабинете бывала часто на летучках. Вас как зовут? Людмила Васильевна. Что конкретно вы от меня хотите, Людмила Васильевна? Конкретно это произвол, вы не имеете права. Вы выкидываете нас на улицу, а у меня пять процентов работниц, еще не достигли пенсионного возраста. Кто уволен? Вы видели трудовые книжки или извещение какое-то? Нет, но говорят. Так о чем мы тогда разговариваем? Это уму непостижимо. Нас, передовых работников отрасли, выкидывают как битую тару. Людмила Васильевна, возвращайтесь на свое рабочее место и спокойно работайте. Не забывайте, мы все акционеры. Вам это с рук не сойдет. В свое время мы вас поддержали, но можем и одернуть. Я учту. Кто главный не знает, говорят русские. Разговоры похожи на блатны. А сам кто? Доводилы обычные. Колымит на рынке. Такую жопу забрались, как ты еще дорогу-то запомнил. Не отставай, а то заблудишься. Я сейчас на работе не могу, я тебе перезвоню, ладно? Все, давай, пока. Чего-то никакой жизни, пойдем посмотрим. Не, не надо, Ром. Почему? Я видел охрану, все с карабинами. А вон еще видишь, человек на крыше сидит. А вот и жизнь появилась. Еда человек на тридцать. Ну да, и охрана человек на пять. Угу. С самим не справиться, надо ментов подписывать. Угу. Мишенька, Миша, просыпайся, Рома звонит, поговори. Конкратов? Да, Ром, да. Здесь, пока. Пока, говорю, здесь, да. Да. Ну, какие проблемы? Давай, давай, давай. Ну, что он говорит? Говорить хочет. Да. Я его сюда пригласил. Не возражаешь? Ой, ну шутник ты у меня, шутник. Как? Главное, чтоб товар не успели вывезти. Человека пришли, чтоб за ними смотрел. Пойдем. Вот такая у меня просьба, Михаил Юрьевич. Ты, значит, думал, Ром, что я сейчас подпрыгну? Побегу бандитов хватает, да? Это не мой уровень. Бренд твой, да. Водка подпольная. С их стороны чисто криминал. Тебе в милицию надо? Я тут думал, всем будет хорошо. Закроете вы подпольный завод. Понятно, понятно. Значит, как с Веридова брать, это не мелко было. А теперь моим крупнеец. Да? А что ты, Ром, раньше ко мне за советом не приходил? Вот когда гадил, ты ведь моих советов не слушал. А я тебя предупреждал. Вот теперь хлебай полной ложкой. Хочу вам напомнить, Михаил Юрьевич, что я плачу налоги. И вы, в том числе, из моих денег зарплату получаете. Ну что ж, придется постаринку вопрос решать. Сына. Мамочка, подожди, подожди, он себя еще покажет. А ты куда? Кружка тоже моя. Между прочим. Миша, когда это кончится? Когда я его упеку, наконец. Не все бизнесмены сразу уяснили, что время наступило другое. Теперь мало было просто трясти кошелкой с деньгами и требовать выполнения любого каприза. Хотя, конечно, деньги никто не отменял. Но теперь гораздо больше ценилась солидная крыша. И чем круче был бизнес, тем надежней должна была быть эта крыша. Алкогольный бизнес был очень крут, запредельно крут. Для него надежной крыши не существовало. Зайка, ну куда ты, червячок мой пополз? Так, все, к нам пришел в гости пес. Эй! Кто пришел к нам? Ты смотри, это папа! Иди быстрее. Забери это сокровище, а то у меня руки уже отваливаются. Муа! Ну, кто такой серьезный тут? Опа! А ну-ка пойдем. Ну, чего вы тут делаете? Книжки смотрят? Книжки смотрят. Как на работе дела? Ничего, нормально. Борька там завод паленки нашел. Это что теперь? Опять суды? А как же без меня-то? Тихо их накроем. Спирт паленый, вода не та. У них только этикетки нормальные. А в целом как обстановка? Коллектив не бузит? Да нет, вот премии сегодня раздали. Спирт паленка! Спирт паленка! Спирт паленка! Алло, Танюш, привет. Это Рома. Ну, какой Рома? Грузия, Осетия. Спиртовозы. Помнишь? Угу. Да тема есть для тебя одна. Ну, смотри, у меня на заводе сейчас проблемы возникли. Здесь пикетчики появились. Перекрыли вход на завод, напускают рабочих. Ну, а чего ты их ментами-то не разгонишь? Ну, а их нельзя ментами. Они сейчас раз разгонишь, ментами два. Они потом скажут, что гнетенные акционеры, нападения на них какие-то. Понимаешь? Слушай, а кем их по жизни назовем? Ну, напиши, попытка рейдерского захватить твое предприятие. Что, так и написать? Да, так и напиши. Ну, хорошо. Отлично. Все так и сделаем. Ну, чего, Ромка, я подгоняю Журов, этой бабки готовь. Завод наш! Завод наш! Значит так, сейчас журналисты приедут, все хорошенько снимут, потом вошел, окей? А если загребут? Если менты приедут, все в рассыпную. Но, если загребут все-таки, видишь бабку с плакатом? Завод наш! Скажи, что она дала денег за то, что вы диспорали, покричали и так далее, окей? А если прессовать будут? Да не ссы-то, я вас сразу откуплю, все, иди. Подожди, только не сразу, начинайте, минут десять. Главное, журналистов не трогайте с камерами аккуратно. Все, давай. Возьмите наш людей! Во-во-во-во, понесли ботинки мечу, давай, звони. Алло, дежурный, здравствуйте, это директор завода Дорохова, Роман Скорбогатов. У меня проблемы тут на проходной, люди какие-то ломятся, камни кидают в стеклах. Наверное, завод захватить хотят. Ага, хорошо, ну, побыстрее приезжайте, пожалуйста. Ты понял вообще, да? Звони Тане. А, точно, точно. Алло, Танюш, ну что там, красиво? Ну, видишь, как обещал. Смотри, там сейчас менты подъедут скоро. Сними их с каких-нибудь там ракурсов красивых, да? А мне самому когда ехать? Сейчас? Ну, в участок куда? А, потом, ну все, понял. Что там? Сейчас подъедут. Ваши сотрудники? Нет, не мои, они уволены по сокращению. Где их боевики? Боевики разбежались, вон, взяли одного. Взяли одного, это он сам их и нанял, разве не понятно? Можно я здесь пошелчусь? Людмила Васильевна, все наши отношения оформлены по закону. Если не прекратите выносить их на всеобщее обозрение, то очень много потеряете. Что предлагаешь? На пять тысяч рублей налицо. В качестве выходного пособия. Пойдет? Посоветоваться надо. Скалебина. Ну, посоветуйтесь, у вас еще тут целая ночь перейдет. Женька, прости, задержался. Раньше ж ты звонил. По телевизору показали, как на наш завод нападают, а его нет нигде. И что я должна думать? Я ж звонил тебе, Женька. Во-первых, это не ты, а я тебе звонила. А во-вторых, когда это было? Мать, не нуди, так тошно. Еще ты мне нудить будешь. Что на заводе отвечай? Почему захваты? С какой статьи я видела там Людмилу Васильевну? В завод хотели захватить акционеры. Это еще почему? Ой, все ты врешь мне, Скоробогатов. Я вот завтра пойду сама на завод и все узнаю. Жень, давай договоримся. Давай не будем дома говорить о работе. Не хочу я дом превращать в работу. Ладно? Пожалуйста. Конечно. Да. Когда? Отлично. Все, давай. Да, скоро буду. Давай. Ну, я тебя очень люблю, не обижайся. Ладно? Ну, что, можем? Сбор. Работаем. Все чисто. Все чисто. Прошу к столу. Кушать подано. А где прокуратура? Да здесь я здесь. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Пустое дело. Некого привлекать. Нет хозяина. Найдем. Вот сначала найдите, тогда и дело заведем. Сегодня завод закрыли, завтра в другом месте откроют. Так что, снимай охрану, командир. О гастарбайтерах на родину. Телефон ищите. Не может быть, чтоб с хозяином связи не было. Ща найдем. Кто старший? Я. Встать. Лицом ко мне. Звони хозяину. Не знаю никакого хозяина. Звони хозяину. Следующая твоя. Сядешь. Не твое дело. Звони хозяину. Оказал сопротивление. Убит при задержании. Простых слов не понимает. Правовая культура хромает. Что говорить? Скажешь, наехали местные с волынами. Водку отобрали, денег требуют. Человек шесть. Понял? Понял. Звони. Оружие за землю. Морталь, быстро. Захват. Звони. Здравствуй, Лёня. Вот и полез. Это ж не твой бизнес. А я не понимаю, о чем вы говорите. Прокурор вам все объяснит. Вы задержаны. Николай Иванович, в машину его, пожалуйста. Ну что, Ром, свое дело мы сделали. Пора рассчитаться. Конечно, Николай Иванович. Боря, отдадите мне. Рано радуйтесь, все равно отмажутся. На капот руки. Здравствуйте, Людмила Васильевна. Присаживайтесь. Я подстаю. Насиделась. Что надумали? Давайте ваши деньги. Без вопросов. Уговор есть уговор. Зря вот так. С людьми. Обидно. Что-нибудь еще? Мир. Да куда они денутся? Говорил с командиром ОМОНом. Лёня уже отпустили, суда не будет. Ну посмотрим, что он теперь делать будет. Да. Да, Боря, я тебя понял. Ну давай, делай его. Ну это я достану. Ну срочно, конечно. Все, давай-давай, занимайся. Кого делать срочно? Да никого, а что. Машина разъездная сломалась в своем сервисе, торчит целый день. Вот так вот. Какой же ты молодец, Ромка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ 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 МУЗЫКА не пить. Ты же обещал мне не пить. Я же себе твою сраную жизнь, паскуда, дал шанс исправить. А ты что делаешь, а? Горок, я же не могу не пить. Значит, слушай сюда. Сейчас встаешь и валишь отсюда и больше никогда не подходишь ни к этому дому, ни к Жене. Ясно? Это умение Романа лихо справляться с любыми проблемами стало его главной проблемой. Веры в себя ему и так было не занимать. А после жесткого устранения подпольных торговцев и подавления бунта на заводе, это переросло в самоуверенность. Если б он занимался чем-нибудь другим, мог бы пойти очень далеко. Но он занимался тем, чем занимался, и вел себя так, будто однажды станет в своем деле самым большим боссом. Рано или поздно нам пришлось бы его обломать. Я решил, что лучше рано. За две недели второй раз в газетах. То он теток разогнал, то подпольный завод накрыл. Берем национальный герой, блин. А не пора ли нам, Александр Сергеевич, посмотреть на этот героический путь по-другому? Ну-ка тащите-ка мне из архива все, что у нас есть на этого очень скоро богатого. Есть. И давай-ка его в плотную разработку.